говно вопрос сейчас что нибудь сделаем сейчас твич починим как нибудь оп твич пошел хорош все у нас твич на все великолепно добрая конечно можешь как-нибудь поднастроить картинку зефир а то жуткие тормоза очень жуткие тормоза я битрейт на тысячу поставил и даже нет потери кадров жуткие тормоза а зефира а лол там тюбюр улетел тюбюр там улетел и там просто там просто все остановилось так надо просто делать вот так наверное вот все почти а сарян народ оказалось тут все просто я не могу больше пить ты слабенький полдбой качество супер привет пираточка все для вас лаки купил у хэла если я не путаю где-то в районе там 3500 красный конфлюкс у хэла это хорошо хэл не очень играет варварами лаки хорошо играет кампо прохладно амстер с лизардом в торгах короче некр против некра по-моему амстер продал на 1600 выбор героя и красный он синий и лизард лизард это жесть некр против некра какая грязь 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 что за антиболение за хэла дело в том что я лично да и много кто поставили на то что хладь не выиграет снг кто-то один к одному поставил кто-то даже два там не важно там просто как бы ну на самом деле никакого там антиболения за хэла нету ребят просто ну просто предложили такую ставку от которой было невозможно отказаться тут дело не в этом на самом деле все понимаете что все болеют за всех как всегда некоторых есть свои какие-то там дело именно в этом личные счеты но я например болею за хэла хоть и участвую в банке против хэла ну и что я вообще болею за лизерда так что у нас вич идет идет болею например я болею против хэлли потому что локерок и и и вот потому что локерок он хотя молодец молодец он заряжает да тут не не пил устойчивый а алкоголе устойчивый хотя тут много кто алкоголе устойчивый и им это не особо помогает то есть дёртик примеру вообще не пьет но это не позволило ему проиграть в первом туре и в итоге сейчас он третий труд играет в лузерах против Амилуи проигравший выбывает из борьбы и даже не побывается за призовые места мне нравится хорошо стримит объясняет хорошая игра немного ошибок на вкус и цвет через эфира стрим настраивается а что там не так через эфира аааа ну там я немножко я просто не слежу за темным стримом там немножечко все в говне оказалось сейчас я там все исправлю сейчас это все исправлю оп 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 так все тут я все исправлю это все в 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 от и там в одном целых двух какая грязь нет это здесь я короче не буду комментировать кстати тут инферно забавно играми израиля я не буду комментировать я больше буду занят милуем поэтому здесь можно посмотреть на там полная жеребьевка полное расписание все там есть красиво посмотрите красиво все оформлено вся полнейшая информация обновляется быстро не знаю каждого жеребьевку третьего тура скорбью живет а ты уже слился что ли да я в первом туре проиграл лакеев просто шоколад в одну сторону завезли втором туре и лизарду на зеркале они ходу решили сыграть тебе явно нужен второй шанс на турнире за на сроку цены нет зачем я зато могу для вас теперь покомментировать остатки этого турнира спокойно а финал пора сделать на высшем качестве еще попробуем обоюдный стрим еще и с битками наверно посмотрим как пойдет может сделаем с макеавелли а с макеавелли партус к начал катать зефир причинам ленишься присните кто-нибудь как выбрали теперь не по третьему тур среди винаров соответственно играли у тех у кого по два очка а тащил карточки скорб сделали такие специальные карточки с фотками шикарнейшие с фотками участников и из мешка вытаскивалась по карточке смотрел нет лига чемпионов вечера не смотрел еще знаю но не до этого был я сидел холдом катал немножечко разу романтика и и кого-то еще чуть-чуть чуть-чуть халатика чуть-чуть романтика и кого-то еще чуть-чуть а и имя мизраиля чуть-чуть вот так макеавелли отдал за 1900 красный флакс играет так умелую тут второй день разбежка папска 5 героя зефира нету за компом вообще скотина лениться а у нас тут нету кстати в зале плазму такой вчера некоторые пошли в баню и там плазма большая была там и не знаю смотрели не смотрели у нас тут плазмы такой нету поэтому если будет посмотреть через ноутбук русский купил за по-моему 3500 если я не ошибаюсь красный херостри того уже почти все пары рейдин я уже объявлял это не 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 столь важно как торги на самом деле ну короче замки замки указаны на херой стрит в почти во всех парах и будут во в итоге там как будет информация так ладно вернемся к игре у милую есть нычка дьяволов за вообще такой приемлемой охраной который возьмется явно на первой неделе я так думаю пройти тебя просят сделать также за этим компом потому что картинка отличная а здесь ну здесь и ничего не смогу сделать ну тут полу тут вообще на самом деле ребята тут тут битрейт вообще в говне а иногда нормальный я тут пока ничего не могу сделать как есть так есть перенастройка она не факт что она посмотрит смотрите милую то есть тут тут я могу вообще врубить только зал если не надо не ну не трогать мышку пожалуйста кто то кстати ладно сейчас на израиль походит а потом я могу что то попробую подумать поменять но это и здесь эфир настраивал то есть он настроил нормально пока ладно тут хото милуу я отвлекаюсь как так джеб за инферно ну вот так сэвен вы выпала пара инферно на башню ну и вот так миша вроде как стрим с тебя идет ну гиан написано в описании что джебус вот так они играют джебус вот так они играют джебус я никогда не играл герои трансляции смейтесь над этим человеком тролльте и унижайте его вот ребят как бы поймите мы не можем все транслировать хелл с Луцки начал поздно то есть ну вот кто сказал что готов стримить того и стримить начали может быть если когда там фэлл скажет или Луцки например что он там финалка может какую то покажет фиг его знает как все по разному всегда то есть некоторые из участников просто против того чтобы транслировали не я боюсь картонки тут не потянут пока ходит дёрти и никому это не будет интересно хелл например как я понимаю вообще не хочет на СМГ тримить как хотя может он в принципе сам нет он хелл он не хочет не хочу так ну милый вроде как докупил героев нашел к концу улик нычка дьяволов пандорка пара у топ тройка у топ плюс один к скорости нычка из плитов еще две пандорки хорошенькие но не видно пока ГО и он сомневается по поводу того что делать дальше все передает ход это 1-1-3 и стартов уже не будет ну да а нет может 1-1-3 еще быть какие планы по стриму на финальную катку турнира без малейшего понятия вообще без малейшего понятия стримим пока как есть может быть финальную катку мы сделаем как-то и с вебками и однозначно будет двухсторонний может даже если не на одном стриме а на двух и сделаем тип один стрим будет от одного игрока другой стрим от другого что-то в этом роде еще с вебками полноценно посмотрим как получится грязные останки есть а перед турниром вроде как были какие-то коэффициенты романтик принимал а сейчас уже вроде как нету прогнозы не знаю по поводу прогнозов еще тяжело 6 человек осталось хэлайт хэлайт лаки лизард амстер айвы израиль и каждый из этих шести игроков может победить ну конечно небольшой бог более небольшой процент чем остальные у хэллайта но у остальных примерно равный процент ну смотрите израиль шансы там всех шансы огромные всех скажу амилуй может только за призовое место побороться если выиграть все оставшиеся партии допустим ну на мой взгляд айви чуть-чуть заходит потому что он скажем так на мой взгляд немножко может может накосячить грубо говоря из-за того что ему не зайдет если не будет заходить он может тельтануть остальные достаточно хотя к каждому если там не зайдет любой может тельтануть здесь сетку в мире можно посмотреть можно посмотреть на heroist 3 тв там полная сетка там обновляется почти все сразу же даже быстрее чем на heroist world в этом году приехал сам создатель heroist 3 тв и занимается освещением тут делать различные фотографии которые тоже будут выложены у него ссылку закинули хорошая зеркалка я спросил почему зеркалка не Polaroid он начал что-то отвечать показывают на данном канале не израиля израиль играет вот даже фотографии людей выложили какие-то уже израиль с кем а нет фотографии еще нет один два три четыре просто цифры тебя там израиль играет против айва айви айви тут же должен название стрима написано быть название стрима стримы от sng 2016 теперь же профессионалов как может антик принимал возвращать уже не будет такое не исключено так ну что тут вырубить упс что это так лаки с хелом показать нельзя потому что никто из них не согласился пока стрим катка с Кобером вчера была армак рулит луна лучше возможно там как-то будет комментировать по поводу движения может быть вдруг кто-то из них согласится финалку показать возможно издепир как-то будет этим заниматься и переключать я просто за его компом сижу я ребят этим заниматься точно не буду это тяжело тяжело не знаю не знаю может рейди как-то захотит взялся стримить из соседей канала от редвайта может быть рейди как кто-то говорит может быть не факт но комментировать соответственно то что у них происходит мы будем и какая-то информация конечно будет то есть вчера я старался приходил говорил там скобра играл если кто не в курсе могу рассказать если кому-то интересно что там было кто вчера не слышал задавайте вопросы я я я рассказать готов просто не знаю интересно это кому-то или нет ну короче у кобры было на второй на конце второй недели меньше машины чем у хэла но у него был короче на эксперт воздух контроль я не знаю как он получил то ли кавэ то ли короче пандорка у него дд и флай был вот по-моему просто что-то там короче воздух у него там я не буду короче сейчас точно говорить потому что я не видел не понимаю откуда у него но флайд у него был эксперт воздуха мошны меньше чем у хэла в итоге у хэла нету контроля он хотел перестраивать гм на 1-3 там что-то кобра пришел сам короче отбил один из замков хэла разбил луну отбил конфлюкс который вот этот замок отбил конфлюкс обратно разбил луну выкупил ее в конфлюксе там на этом же ходу короче кобра основным стоял я не помню кто из основных герой кобры соответственно хэл бежит лошком кобру смотрит читает потом берет луну с тремя султанами врезается делает армак и соответственно у кобры остается там 6 или 8 лизертов и как бы ну все понятно стало после этого потому что ну несмотря на кобрин контроль кобра сопротивлялся до последнего ну там все понятно то есть до этого машина была больше а после этого то есть как в целом на базе микрофона ну на на годгейме у меня никто tr2 на свитчо мне не как tr55 я зритель обычный зритель как в целом на базе питания алкоголь горячая вода ну питание в принципе есть централизованное вполне съедобное конечно ну зефиру он мне нравится говно есть конечно ресторанчик там если покупать отдельно у нас с лизардом мы зашли первый денек очень вкусно если покупать отдельно может быть долго но вкусно очень шикарно сготовили но отдали за это там 1600 что-то за обед там там первое второе и по пиву дороговато но очень шикарно так горячая вода но в принципе нормально да алкоголь ну алкоголь мы сами затариваем то есть у нас очень много пиво других напитков кто сам покупает себе у нас тут короче есть портал починить стримы от зефира тормозов возможности перенастраивать будет стрим зефира армак ухэла армак ухэла не знаю откуда был но был он луной как бы там эксперти естественно как я понимаю огня уже вот не знаю откуда у него я я не следил за их каткой вот может быть что придет дд он с ним вчера плотно сидел может он пояснит детали я просто не следил я пару раз подходил на каких-то моментах и старался комментировать вчера что там происходит металлоискатель купить изи набираешь есть такой сайт короче google.com вот туда же копируешь короче свой вопрос который ты сейчас задал в чате и я думаю что то получится возможно совета за 300 да пойду я посмотрю какая прекрасная погода ради с вами у меня ну и не вы Спасибо. 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 Так, сейчас я почти настроил все это вещи, качество получше, качество вроде получше. Все, тут я настроил, комментировать я это не буду, если эфир может подойдет, может быть он покомментирует, я комментирую партию с помилу, здесь конечно я смотрю будут потери кадров, но ладно, вроде лучше чем было. Напишите лучше или лучше. Все не понял, кто с кем, блядь, Индра, на Hero Street TV есть вся полнейшая информация о турнире. Ну ёмана мораль, ну чё ты, как не знаю кто. Ты сейчас у микрофона, у микрофона Адмирал Редвайт за обоими стримами, потому что все остальные теперь ушли куда-то, ленятся. Ты опять развиваешься у него? Конечно, даже с двумя. Офигеть, почему он так в онлайне не играет? Сейчас двумя морали грамотно закрутятся, таймер аккуратно бережут, а вообще играет хорошо. Наверное, потому что в онлайне он стримит, что-то ещё комментирует, и плюс частенько с подругой текилой играет. А сейчас он отдельно собран. Да, конечно, там рядом гусяблер, пытается запустить гусей, но это не самое страшное в жизни. Спасибо. 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 С турником, ну да. У меня он повтор вчерашнюю очернюю стриму. Спасибо, не подпишите за тянку. Кто на первой фотке рядом с тобой? Ой, а что, фотки выложили, что ли? Не знаю. Со мной на первой фотке это Фрэша. Тоже участие в турнире. Первый раз тоже приехал на СНГ из Екатеринбурга. По поводу вчерашней игры был вопрос у Хэла, откуда у Хэла был армак. Хэл в утопе нашел книгу огня. Я сейчас УДД узнал. Да, он уехал на пару дней теперь посмотреть Питер. Девушка еще вернется на канал, он как раз из которого я стриблю теперь не с его канала, а сестриблю про Фрэш. Ну не надо тут, пожалуйста, ничего делать. Я все так... Ну не видно. Ну это тебе не видно, а мне все было хорошо видно. Ну зачем? Грязь, грязь надо. Вот ты сейчас делал грязь. У меня все было хорошо настроено. Зачем? Ну что, Рэйди. Ну что, Рэйди, могу грязь сделать. Нет. Я стрим занимаюсь. Рэйди. Плыви. Фото выложили на Heroes 3 ТВ. Здесь создатель портала Heroes 3 ТВ, он выложил фото. Можно сюда сюда, потому что здесь... Израиль не ходит. Ну тут все ничего интересного. Так что... Ты можешь сообщать сводки с полей. А? Хорошо, ты прав. Ты прав. Ты прав. Алекс! Как я рад тебя видеть. Ты с кем играешь? Я уже все. Я уже бухаю. Нет, это я слышал. А что, а если бы выиграл, захотел бороться? Там раз первое место не выиграть, пришел отдать этому. Ну да. Ну там просто улупский лакерок. Нет. Сейчас скоро Рэдзи будет как его сосед. Нет. Я что-то... Не хочу быть как мой сосед. Что он как-то даже мешается. А кто создает ХТВ? Ребел? Да, Ребел. Привет, я как понимаю, вы по Питеру, там вход свободный, только по плоскам. Как вообще атмосфера? Атмосфера шикарнейшая. Зрители из Питера приезжали уже один день на финал, еще думаю, еще кто-то подъедет. То есть вход свободный. То есть надо только предварительно позвонить. Чуть свободный, баин 5к? Фаер тускаю баин 5к за вход. Просто небольшой взнос за аренду помещения, там небольшое что-то 300 или 500 рублей на сутки, что-то в этом роде. Вместе с полей, как бы, в том, что Хелл с Ваки отрестартились 1.1.4 в них. Асфера 400 рублей за печеньки на ужин. Тут сейчас, возможно, будет ввести мало, потому что ребята потихоньку идут кушать. Сейчас обед происходит, там, снова холл-холл, и, возможно, кто-то еще пойдет. Хартусская говорит, что будут кушать сразу, да, героев. А позвоните куда? А финал, как я понимаю, 6-го числа, приходят, будет кушать, что они посиделками. Ну, думаю, да, 6-го будет финал, а позвонить... Куда позвонить, наверное, на форуме есть номер. На форуме Heroes World есть номера с организаторов, позвонить Кобри или злому романтику. На форуме с редвайтом, это фриша. Папки едят серую ртуть, но... О, Клопик, здравствуйте. О-о-о-о... А можно Инстабан тебе? Я же тебе вчера еще обещал, ты же помнишь? Наконец-то, зефира нету, я сижу за его компом, и могу... Ну, заходите на Heroes Street TV, смотрите сеточку, и как бы... Да, можете там определять победителя... Можно, но не надо. Ну, хорошо, я буду думать об этом, Клопик. Я буду об этом думать. Так, ну что, Дёрти уже третий ход ходил, я что-то пока отвлекался. Ну, ладно, сейчас походит что-нибудь, посмотрю. Если кто не понял, как я понял, у меня израиль ушел кушать. Мне так кажется. Да я что, уже обед? А, ё-мана, Мараль, уже обед. А, ё-мана, я тогда тоже на обед пошел. Вот Рэйди вас покидает. Да, я тогда отойду минут на 20, потому что обед у нас с двух до трех. На 25. Да, у нас обед с двух до трех, и если не пообедаешь, что все, ты в пролете. Приятного аппетита. Рэйди, а можно я попрошу тебя сделать грязь? Вот там вот, синий, чтобы в ней не вставать, можешь мне принести? Что синий? Я в ящик синего. Я не хочу просто говорить, что. Можно, можно, можно. Огромное спасибо. Ребят, адмирал ушел кушать. Я с вами. Мой ник на Твиче РТР55, если кому-то интересно. Я зритель обычный. Вчера пытался развлекать вас тоже. И позавчера. Когда была викторина от Мерлина. К сожалению, в ресторане нет камер. Нет камер. Они, ресторан, находятся в другом здании совершенно. То есть, ребята уходят, приходят. Ну, игроки кушают. Вот у соседней стрима Зефира показывает это, потому что Мизраэль ушел кушать. Дёрти, кстати, тоже ушел кушать. А Мерлу, как я понимаю, тоже ушел кушать. Сейчас, сейчас, в данный момент играет Fire to Skies, Макиявелли. Никто из них не пошел кушать. Играет Амстер против Лизарда. И играет Хеллос Лаки. Вот, они еще вроде как здесь. Безет вроде тоже был здесь, но я не знаю, с кем он играет. Сейчас буду смотреть. Вот, быстренько так это. Посмотрю. От другого компа. От другого компа. От другого компа. Так. От другого компа. 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 bz играет с злым романтиком не знаю здесь ли рома в гольф вчера играл я видел что века со злым романтиком я в гольф не играл века вчера создал баню мы вчера были в бане парилка отличная бассейн с очень холодной водой то есть рядом есть труд но буду купался ну вот но очень холодная вода в бассейне бассейн просто удивил короче заценили бассейн все приятного аппетита если ты кушаешь алкоголь нет алкоголь не помогает бороться с холодной водой был многих типа меня он просто не выветривается иногда получается спать спать помогает бал бороться с холодной водой и алкоголь не помогает ребят задавал если в чатике эфира задавайте вопросы конкретнее потому что много всего происходит я и не понял ваш столбом копика вопрос вы момент вы о чем я пропустил может быть спать в холодной воде да да наверное наверное стоит попробовать но пока пока никто пока никто этого не испытывал но я я задумаюсь потери в отряде ну как они есть но они то есть очень дисперсия то есть сегодня есть потери неожиданно кого-то то есть если кому-то интересно первый раз 30 числа хэл спал в кресле вот этого зала то есть ну хэл просто устал скажем так он устал и он спал в кресле когда мы после покерного турнира там смотрели на фишки хэл спал рядом с его ростом я был удивлен что ему было комфортно ты какого михаил имеешь ввиду датру ребят задавайте вопросы конкретнее потому что здесь и михаилов ни один вроде как я может не всех по именам михаилов знаю нет мы его к сожалению не укрыли потому что здесь несколько занавесок и все занавески были на столах когда мы смотрели на фишки красный не заснул мизраэль пришел после обеда сейчас я думаю начнется вроде и не не показала что я его видел он пришел ребят я думаю сейчас не показалось так по крайней мере я сейчас просто чтобы мне это уточнить мне надо встать я не хочу с меня старый больной устал коменте чего амину ребят у меня я зритель у меня скилла нету я то есть может придет когда рейди он может быть по коменте табил я просто не умею играть я не буду коментить я могу вам что-то рассказывается там но комментировать я не буду украсть другими игроками не нет ты знаешь все таки хелл я думаю весит где-то там в районе ста килограмм тут конечно есть тоже примерно такие же там остальные просто на скиле ушли те кто был они занимались тем что смотрели фишки никто не как бы ну не было не было что-то такого чем кого-то такого кем можно было кто находился в каком-то таком состоянии и подержал бы вот это начинание шашлыки были первого числа весь скажем все мясо резал дуст мариновал жарил вига а было примерно ребят наверное если я не ошибаюсь где-то четыре ведра шашлыков сколько мяса я не знаю по-моему где-то четыре точно было ведра вот первого числа здесь на базе был общий вот это вот жарение шашлыков дуст мариновал и резал соответственно вига жарил вига пожарил где-то процентов восемьдесят шашлыков идеально пожарил просто великолепно спасибо дусту спасибо вига то есть спасибо организаторам то что закупились там хорошее мясо было шашлыки были вот тогда первого первого числа то спонсор снг это на самом деле блин тупой блять вопрос снг проводится в ленинградской области как ты думаешь конечно спонсор газпром ну бывает там можно что-то запороть да но дуст пытается зазвать опять у них кстати где-то примерно осенью будет новосибирске этот сибирский чемпионат что он всех зазывает и пытается короче купить всех солянкой своей фирменной пуст вот нет турнир по литерболу просто он он идет так же как идет турнир по героям он здесь не заканчивается ну то есть всегда кто-то колл и почему-то никто не говорит пас турнир по литерболу турнир по литерболу ну я не знаю не знаю может быть когда-то будет в Москве вроде как по-моему в Москве не было мне так кажется я не знаю я в героев вернулся скажем так спустя 15 лет как зритель я не знаю где были турниры что фаритом в турнире по литерболу я считаю Мерлина ну 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 может да может может не спорю но кроме ну тут тоже есть мужчины которые тренировались например вига вига тоже тоже в этом понимает что-то что-то понимает я так ну скромно где-то там наверное на финалку не сяду но может быть на финальный стол попаду может быть не факт не факт но Мерлин вига ну с финалкой точно могут быть кто еще не знаю так всех не буду перебирать турнир по покеру ну короче есть такой fire to sky короче какой-то фиш он так себя называет вот ну естественно это турнир естественно он короче ему заезжало вот скажем так то что он выиграл я не удивлен но он 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 был немножко трезв немножко трезв в этот момент когда играл и он кстати переехал к Хэла в начале ну как бы в начале турнира вот ну там они каратышами вроде как были если не там память не изменяет ну в итоге fire to sky затащил он я был удивлен я с ним на финальном столу столом сидел он я удивлю удивился при его вот этом вот трезвом состоянии он играл достаточно нитова очень нитова и ну короче в итоге это затащило я думал он будет так как у него скилова нет вообще я думал он будет немножко агрессивнее ну я я я я кстати ребята вот на этом чемпионате познакомился с мизраэлем я сам стал его фанатом то есть я считаю что по скилу мужчина что то где то как то немножко умеет баин баин там был рыбайник там был двухчасовой рыбайник амилу не ну амилу на самом деле же в первом туре проиграл вот как бы про его нет амилу скилловый никто с этим не спорит но не пошло в первом туре скажем так то есть он он мог быть в венерах легко вот в этом третьем туре он мог быть в венерах не за тут не зашло скажем так просто многие из тех венеров с которыми я разговаривал они откровенно признавали что ну сдало хорошо потому что здесь все умеют играть героев определенный определенный значение да 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 так что я вернулся у нас тут амилушка решил пробить грифончиков сделать трубу сделать трубу какой-то вообще непонятный суп с перловкой и грибами что-то как-то не очень так не зашел не зашел да а на третье там на второе пюрешка с мясом нормально у фтр а было с амстером короче у фтс заметил на 1 на 1 по моему 7 если я не ошибаюсь амстера где-то он его увидел пошел его убивать этим сальмиром вот там был портал односторонник и фтс улетел в какую-то грязь он после этого там где-то на второй неделе вызвал главного судью дёрти плеера дёрти потестил тот портал трехсторонников я понимаю, да? нет там просто были двухсторонники но односторонники там были но они он считал что они плохо работают там все было в порядке да ну в итоге дёрти потестил сказал что никакого бага нет ну я не знаю то ли там не вывозит просто что-то ну я ничего не могу с этим сделать у нас интернет в говне полнейшего поэтому как бы извините за качество там ну как оно идет много кто обещал много кто обещал стримы с СНГ но вот видите как получилось что нам тоже обещали хороший интернет мы на него надеялись никто не хочет этим профессионально заниматься даже Хэл как бы там даже Амилу там даже Лаки которые стримеры вроде как вот они вообще не хотят стримить свои катки потому что это СНГ это чемпионат раз в год их определенные по поводу этого мнения а ну что можем неоднократно эти вопросы возникали ребят ну кто выиграл турнир по покеру какой был БН был тысяча я ответил я ответил да на самом деле между геройщиков достаточно много покеристов и много кто играет на очень высоком уровне то есть тот же Амстер который сейчас играет против Лизарда он такой да фиш он я вчера с ним фишки смотрел фиш он регулярно там одно время вообще жил в Таиланде из фиш потом из действующих кто еще из действующих fire to sky fire to sky лаки лаки ну да то есть достаточно много романтик что то там что то что то может ну что то может ну очень много очень много кто то чего то как то знает что такое картонки не картонки а покер ну да что скажешь по игре а то у тебя там слайд-шоу замечательно да да замечательно ну пойдем сейчас так глупик ты все таки хочешь изи бан я понял возьмем возьмем рейди опа они новую 17 лечей напал мужик за пандорочку а ну в принципе с тактикой то есть рейди вроде не факт кто знает что такое картонки рейди 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 я я отбил 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 свое отбил свое отбил свое да он просто со стартным стеком до финала он просто вообще ни во что не зашел 4 4 я вчера ты даже мою игру не видел их нет я вчера могу сказать допустим с играли другим столом я три раза сравнивался с форумом все мне даже все мне один раз его все таки переехал там да переезд был вот а три раза сравнивался с фарту sky призовы объявляли призовые еще не объявляли но я знаю что сто тысяч 100 тысяч рублей призовой фронт четыре призовых места будет то есть на 50 победителю остальные три места там разделят остальное есть вроде бы вот так больше ничего нет и я и я и он ставит я плачу он ставит я плачу зачем я это делаю говорит может у тебя чемпионы прицепки за 18 лечей должен что-то кружу жестенькая дать я думаю там вопрос ну больше не израиля каково иметь два логиста и крэга я просто думал хотел еще со стороны и дёрти сделать но не поддерживает меня да не имел я их отвалить ничего грязный вопрос 10x ну да 10x вы конечно такое себе мясо было бы более лучше теперь как-то ничку дьяволов пока особо брать и нечем-то остался один вид а хотя не палкой за эксперт его землю и тогда значит просто с маслом все изи разберет не 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 тут трансляция милуя а это я с ним играю ну да вас кости тебе изи вопрос а ты комментирует за соседнюю компьютером сидит red light соседняя трансляция я на месте зефира мой ник на твичер 55 на гудгейме другой на ахер-модзе другой вы это слышали если вас не заглушили вы могли это слышать red light сейчас будет принимать допинг самое время после обеда принять допинг вот еще будут всякие там кит игроки типа там израэля дёрти плеер когда комментируют мимо проходят а чё вы здесь делаете это было звук микрофона милу мне кажется мизраэль пошел ходить просто топпик кока-кола понимаете чтобы до конца турнира можно было даже все ну да некоторые так и поступают я например так и поступил первом туре поборолся ну не пошло какой смысл был лопик я уже дальше бороться либо первое место либо ты же знаешь и зипа кстати давай я это сделаю не надо клопика банить подожди я сказал не надо дожди моей защитой такой защит так грязь разбанить а вот как его теперь разбанить а как его теперь разбанить зачем банить если ты не знаешь как разбанить я могу и первый раз кого-то западе спонсор снг под питером если кто-то не знает конечно газпром ты пошли короче чит от red white чёрт 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 тебя разбанил понимаешь я старался я вчера ему еще обещал и зипа я терпел долго терпел я это сделал а к вам на снг как-то можно попасть в качестве зрителей закрыт туса или бабло вам скинуть при входе как-то вообще сделать предположим на следующий снг снг абсолютно открыто для всех желающих на следующий снг пока непонятно где возможно ну да либо сочи либо вполне возможно что будет какой-то выездной что-то я хочу подмосковье пока это будет еще решаться но снг абсолютно рада с века готовым желающим подмосковье просто занести то есть вот этой грязи которая здесь происходит очень многие ругаются на организаторов есть много недочетов хотя ребята в принципе много что сделали и стараются но недочетов много по сравнению с предыдущими турнирами те кто до этого ездил они высказывают свою скажем так некоторые претензии к организаторам в данном году я думаю что если будет в подмосковье я буду одним из организаторов и ну мы как-то короче с века сделаем турнир по конторам по картонкам скорее всего если и будет то только по потасовке потому что с этим новым обновлением карту всех мало и вряд ли все готовы сейчас создать адекватные колоды комп зефира в стандартном режиме а в вайлд режиме я например уже распылил все карты из старых форматов и тогда я подорвался наконец надо же себя почувствовать поэтому скорее всего будет турнир по потасовке который выйдет сегодня вечером администратором кого-то забанить а ты просто постоянно здесь спасибо тебе что смотришь надо постоянно зрителю кстати я бы забанил Гризвальда но его в данный момент как я понимаю Гризвальд просто когда заходит в чат и ебанит меня вообще то есть без шансов а анбана не будет если кто-то это сделает я буду очень сильно сопротивляться да ну ты понимаешь меня да именно так нет это все решаемо по поводу там того что ты написал да это все решаемо то есть мы с Вига там задумываемся о любом пожелании любого скажем так человека который приедет в Москву если вдруг там состоится то есть любые желания там я просто не привык комментировать в дуэте я просто не привык комментировать в дуэте поэтому мне немножко сложно это сейчас ну вообще здесь очень сложно потому что кто-то приходит кто-то уходит кто-то заходит пьяным как мэрлин например говорит грязь и уходит вот такое это ладно это еще фигня то есть мэрлин терпится да нет это кто-то заходит сказал и ушел это нормально а вот когда вот сидим вместе друг друга перебиваем это не очень хорошо ты говори я если тебе что мне скажи я СНГ же был на Украине да на Украине СНГ был два раза один из первых СНГ был в Киеве это год даже 2010 наверное был и потом еще СНГ был в Одессе это год был 2013 я был на СНГ в Одессе там и пошло оттуда организация говно организаторы в говно но все спасало то что оно проводилось прямо на берегу моря море было буквально в десяти метрах это было просто очень шикарно это очень многое спасало в Белоруссии да на следующий год после Одессы 2014 год в Минске ну под Минском давай по 5 в Израиле так в Израиле переподключить надо так так визраил но Спасибо. 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 Какие-то проблемы с отключением к Мизраэлю у тебя как-то глючит. Это невозможно, но это Wi-Fi, и, короче, есть, на мой взгляд. А, ну, то есть... Криша вчера сидел здесь и стримил с эфиром, и, опять, Wi-Fi, и каждый там где-то минут 15-20 вылетает. Спасибо. Как-то вот так. Так, какая гигография турнира по факту получилась? Я так не понимаю. Народ в основном старый собрался. Те, кто не любит Питера, нет, Бамбр. Народ собирается изо всех уголков страны, то есть от Калининграда до Горно-Алтайска. А где это такое? Откуда-то такой партускай вы вышел. То есть народ из Сибири, из Урала, и те, кто недалеко от Питера, и местная Москва, Ребят, Беларусь... Короче, у нас здесь... С Саратова приехали. То есть приехали... Так, Killin' Action тоже откуда-то с юга, по ходу. Ну, со всей России, на самом деле. Да, то есть на СНГ приезжает достаточно количество народов. И не обязательно игроки. Приезжает тоже много зрителей. Да, то есть всего 21 игрок был, и примерно столько же зрителей приехало. Ребят, Хобик, тебе лично отвечаю по поводу Хобик. Здесь у нас есть папарацци. Папарацци — это создатель Hero Street TV. Он всё, что на папарацци, он всё выложит. Ждите. То есть, ну... Всё будет. Как в Калининграде с интернетом. Мне в городах плохо, на самом деле. То есть, у меня спутниковый интернет лучше, что я могу сделать. Там, пара мегабит — исходящая скорость. Ну, входящая — нормально. То есть, там, до 20 мегабит, в принципе, смотреть фильмы, там, качать — это нормально. А вот исходящая, чтобы постримить, ну, никакая. Вот так. Ну, пришёл. Райди. Амилу с обедать пришёл? Амилу не ходил обедать. Он сейчас его не закомком. Он не ходил обедать. Он не ходил просто курить. Минут на 20? Минут на 20. Ага. Воздух. Воздух. Не можем стандарт, давайте более... Б-балансный тренир потасовки. Ну, да. В принципе, нормально. Почему бы и нет. Ребят, как бы... по поводу, там, не стримов, не фоток. Ну, скажем так, организация... Да-да-да, я перепутал, конечно же, на турник. В данный момент это инициатива, допустим, там, зефира инициатива, там, фиши. То есть, чата инициатива и предъявлять определённые претензии по поводу стримов, фоток и так далее. Ну, как бы... Это всё поорганизованно. А тут много жалоб на формат турнира. Что ты думаешь? Я не знаю, от кого эти жалобы идут. Всегда на СНГ был такой формат турнира. И всегда было всё-таки... Вы как переподключаетесь? Меня рубят на хрен. У нас соединение рвётся. А-а-а... Хорош уже! Думаю, делиться сейчас будет. Дожди. Не, на самом деле, у тебя просто до этого... Скидывается трансляция, и мы переподключаем. Вот этого у вас рвётся. И на самом деле, не в момент переключения, не в момент переключения. Через какой-то момент? Там, секунд 15 проходит? А-а-а... А-а-а... То есть, пока до игры доходишь, в общем-то, случки... Ну... Ну, понятно. Ну, ладно, тогда больше не будем спать. Волшебный Wi-Fi? Если кто-то хочет задать вопрос Мизраэлю, у вас есть шанс, он передал ход. Вот... Недалеко стоит. Может пытаться ответить вам. Причём, в конце сейчас брать не стал, чтобы хотел спросить. Нет, ну там где-то до этого было. Я вообще, скорее всего, сейчас не буду пытаться её взять. Без подвода. Но лучше подвести. Если сейчас её что-то подвезло, то я не вывезло. В общем-то... Сейчас Кирюхой примерюсь, если хотя бы по пути добежит, то главное. Кого это... Ну и виду. Чего? Я просто не слежу. Кого ты это... Кто это главный? Да, они оба хороши. Ну, Норт землю получил, и Армор Кирюхой землю получил. А то есть... Крек это так, фиш. А это так. Запасной вариант. Вашим клашек. Запасной вариант, если вдруг такая михерня слышит. Что за ржач на фоне? Я не знаю там... Что-то такое происходит. Да, тут всегда ржач, там что-то происходит. В партии. Веруха нон-стопом идёт. Что думаешь? Ну, вчера вот этот вот ржач, когда Фальк начал тупить, это очень... Дорого стоить мог. Но? Обошло. Да. Притом двойную там два раза было ржач. Вот эти ляжки там теперь лук захватали. Прямо. Ааааа. Кайфовали. Ну, Лёша как бы поединение, на мой взгляд, в этой паре всё-таки чуть-чуть говорит. Чуть-чуть. 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 Чего ты знаешь? Не, ну, могло же в Токии заехать. Какой так неплохо заехал там? Да, чего он не строит капитал? Ну, наверное, потому что Амилу не Мизраиль. Амилу не Мизраиль. Амилу не Мизраиль. Амилу играет Джебус, а не 8x8. Ну да. Пойду я посмотрю в небо. Мизраиль вчера построил Капитолий и за счёт этого Капитолия выиграл ударка на 8x8. На второй неделе, между прочим, был построен Капитолий. Только Ред Вайт, только Хардкор. Только тсс. Я очень рад, что он свалил отсюда. По поводу спонсоров турнира, обычно ими выступают организаторы турнира и идёт взнос в призовой фонд. А чё, Гризи забанен на ГГ? А-а-а. Ну всё, разбанил. Так вот, на данный момент был взнос 10% от покерного турнира. Это 10 тысяч, 20 участников взнос по 3 тысячи, 21 это ещё 63 тысячи, это уже 73 тысячи, призовой фонд. Потом что-то внесли организаторы, точную сумму я не могу сказать, и фонд Дендроидов тоже внёс какую-то сумму. То есть, как минимум, фонд Дендроидов привёз победителя прошлого СНГ Хэллайта на этот СНГ. И фонд Дендроидов обеспечивает победителю этого турнира поездку на следующий СНГ. Фонд Дендроидов на данный момент состоит из ИДД и Окси. Ну, а я думаю, они говорили, что на этом турнире он ещё будет потом расширяться. Сколько за первой, короче, не знаю, не объявляли, но, наверное, порядка, ну, 50%, я думаю, будет, в районе 50 тысяч, наверное, будет. Не объявляли ещё полные призовые, то есть 100 тысяч точно будет гарантом. А как дальше, пока не могу сказать. Скажи Дёрти, что чатик за него. Ну, Е20. Тут, я думаю, чатик по большей степени всё-таки за Амилуя. Хотя есть и те, кому нравится игра Дёртиплеера. Ну, в любом случае эта пара уже не борется за победу на этом турнире. То есть победитель этой пары максимум может попасть в призовые. Для этого ему надо выиграть все оставшиеся матчи. А проигравший этой пары уже покидает турнир. Да. Ты за игрой смотришь? Тут у нас на один... Тут у нас ТАП-2 на один... Так. Смотреть за игрой? В 2016-м? Кто вообще этим занимается? На фотках с усиками, бородой, хвостиком на ТАП-2. Да. Кто ещё это может быть? Так. Интересно, там много фоток выложили? Да. Потому что я делал только четыре. Ой, много... Да. Вот четвёртая фотография. Аминь с чем-то с кофейком и водичкой тащит. Четвёртая фотография. Очень много фотографий. Они, видимо, не пробычились. Они продолжаются. После Амилуя на двух фотографиях идёт Кобра. Далее Фалькон. Гусяблер. Опять Кобра. Ну, сражается в пятых героев. Потом такая общая фотка. Фалькон, Лизард, Хэллайт. На заднем фоне Фарту Скай. Следующая тоже фотка. Гусяблер, Дулс, Дёрти и Кристина. Эта клима сражаются в картонке. Фотки на Сирвай Стрит. Фотки на Сирвай Стрит. Так, сейчас. Наверное, не у всех есть. А, тут уже скинги. Так, блин. Как бы это сделать? Клопик скинь и во второй стрим в чатике ссылку. А то мне там купили искать и что-то делать. О, красавчик. На Твич скинул еще на ГГ. Что-то как-то мне копипасту с одного ноутбука на другой не очень круто пойдет. Я тут сижу перед двумя ноутбуками в одиночку на два стрима. Так забавно. Есть инфа про халат-лаки. Пару слов по партипису. Пока у меня нету. Главный доносчик свалил на турник, который доносил информацию. А мне самому вставать, идти смотреть по партии хайлайта, зачем, когда у меня есть перед глазами партия Амилуя и немножечко перед глазами партия Мизраиля. Не вижу Таганаша. Да, Таганаша еще на этих фотках не попал. Ну, он обязательно будет. Он и вчера на стриме мелькал на вебках и позавчера. Что, думаю, еще увидите. Таганаш в оранжевой футболке. Что-то он, конечно, знает. Ладно, как еще заходите. Ну ладно, ладно, на копик. Так уж и быть. Так уж и ярко. Да, и тебе доброго дня, Ломой. И всем тоже доброго дня, кто подтягивается к трансляции. У нас в самом разгаре СНГ 2016. Третий тур. Стримим две партии. Амилу дёрти плеер. Это сетка лозеров. И Израиль Айя. Это сетка лозеров. Кто в покер уже сколько залил? Честно, я не знаю. Вроде бы как скорбь до хренища залил. Ну тут у нас собирается два стола. На одном холдом 25-25 рублей. А на втором дилер чойс. Там четыре игры. 50-50. Там всякие папашки сидят все время. А можно от чатика передать спасибо человеку, который приехал в Активу Стрит ТВ? Да, конечно. Как я его только увижу, он где-то здесь был, потом опять ушёл. Потом, наверное, ещё подойдёт, естественно. Обязательно передам от чатика. От чатика. Подписи. 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 Я, конечно, попрошу его, но я не знаю, как он сможет это сделать. На херос ворлд, когда будет выкладываться много фоток, там обязательно будут подписи. Хэллайт? Нет. Хэллайт играет в сетке венуров против Lucky F на данный момент. Хэллайт мworking. Ну что, он не знает. А потом, пошёл identified. Мерлайт с волос. У будет выдая уйти. Хэллайт с Cheers это надо мое من ع Amer。 в конце есть полезет ну вполне возможно посмотрим до ухала это прям какие-то жесткие игроки первом туре ему достался напал втором туре ему достается кобра и в третьем туре ему достаются узкие между прочим все питерские о он идет по головам питерцев пока я надеюсь луцкий его остановит там еще фото накинули откуда-то он закидывает я не выхожу из своей коморки только частично все а вот итога свои оранжевые футболки много тартофорик закинули ну а классная подка ноутбук с дрожением хайлайта айважа каратель хайлайт мулуцкий такта тоже спящий плеер как вы еще успеваете смотреть за игрой амилу я потому что получается полглаза это где у вас игра собирается сейчас под санкт-петербургом так подключите все забываю спросить про вигу вигу капер здесь сегодня они с дустом ходили рыбачить с утра не знаю как у них там улов есть тоже турнички есть хватает много напикапил гусяблера спаивал хочу куда рыбачить а здесь озеро есть одно правда вообще плохой болотец да второе прям такое большое большое хорошее то есть ты возьми приедь сам и отвесь а мне fire показал вообще шикарный такой памятник я сфоткался с большим-большим якорем прям перед базы который стоит наверное он уже выложит после снг классная фотка я просто сижу напротив ноутбука где стримлю на собственный канал а где игра мизраэля он стоит немного правее поэтому там звук может быть немножечко тише и может немножечко отличаться и я как не ты а чё все написано белокрасная лодка порядка 50 фото так уже достаточно много вы спрашиваете какой ряд такая фотка вас интересует тут я думаю понять могу тут в ряд по четыре фотки спрашивайте я думаю смогу ответить кто кто интересует хотя думаю большинство вы можете уже знать и по стриму кто спит внизу это плеер в качестве помощника организаторов отвечает за обеды завтраки ужин и также один из дилеров на покере третий ряд снизу вторая фотка девочка на диване это это девушка макео белли тут два участника приехала с девушками амстер и макео белли то есть я не тут подпишись это девушка амстера Зефир пришел, посмотрел на это все говничий и ушел. Кто с тобой на первых двух? Это Фрешл, участник Екатеринбурга, приехал в первый раз на СНГ, хотя, как выяснилось, он с Мерлином был еще знаком по сходкам в Екатеринбурге очень давнишних годов 2007-2008. Вот так даже вышло. Он уехал, как раз вчера он стримил, я сегодня с его же ноутбука стримлю просто на свой канал. Он уехал по Питеру погулять с девушкой и потом с шестого вернется на финал. Да Зефир вообще надо ему темно устроить. Не, Зефир хоть и распиздяй, но благодаря ему вообще хоть какие-то стримы начались. Если бы Зефир не запотел, то стримов бы вообще не было первые дни. И он сейчас все настройки, все, TeamViewer, все сделал Зефир, так что он внес тоже огромную ветку в это. Самые первые фотки слева. Тоже молодой тип. Без малейшего понятия. Среди игровщиков много людей, у которых голос немного не соответствует с внешностью. Вот услышишь и никогда у тебя не будет ассоциироваться голос с таким образом. Для меня это вот признак особенностей сообщества. Потому что такие люди не понимают. Ну, смотри, да, на самом деле так и есть. Я, например, когда слышал свой голос на стримах, не знаю, то ли микрофон настолько хреновый, что за жесть, что это за голос, кто это такой вообще. Пару слов о раскладе Амилу. Пару слов о!